Девушки отдыхают Вдобавок ко всему, отец парня только сегодня узнает о том, что любитель азартных игр продал еще и машину, а вырученные деньги также потратил на игры. Возможно, мой сын и не натворил бы дел, если его психическое здоровье было в порядке. Он не понимал, что делал. У него и раньше были приступы. Мне приходилось ходить по специалистам, чтобы поставить парня на ноги. И вот опять. Представители СМИ попытались заняться журналистским расследованием, чтобы выяснить, кому принадлежит и на основании чего настоящее заведение получило разрешение на осуществление деятельности. Но не тут-то было. Сотрудники казино в буквальном смысле набросились с кулаками на журналистов и даже попытались сломать видеоаппаратуру. В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов. Теперь расследованием займутся они. Но по неподтвержденным данным выяснилось, что заведение это работает вполне легально аж с 2017 года. Между тем, стоит напомнить, что с 2012 года в Кыргызстане введен полный запрет на любой вид игорного бизнеса. Несмотря на это, время от времени в ходе рейдов правоохранители, как в Бишкеке, так и в Оше, продолжают выявлять точки для любителей азарта. Понятно, что это казино и что оно работает. Иначе откуда бы брались обанкротившиеся люди, которые потом вынуждены идти на преступление, чтобы получить возможность отыграться. Каждый день видим тут отчаявшихся людей. А чье это заведение, никому неизвестно. Хорошо было бы, если бы прикрыли эту лавку. В ходе разбирательств стало известно, что ранее в милицию несколько раз поступали письменные жалобы по этому же адресу. Однако владельцам заведения удалось отстоять свое детище под прикрытием того, что работники правоохранительных органов якобы мешают частному и, главное, честному бизнесу. Смогут ли теперь отвертеться горе-бизнесмены, покажет время. «Последний раз по этому заведению жалоба поступала в марте текущего года. Несмотря на то, что в отношении работников этого игрового клуба тогда было сделано предупреждение. Вижу, что профбеседы не помогли. Теперь будем действовать по инструкции». Кстати, те, кто еще недавно проявлял агрессию в отношении представителей СМИ, сегодня дают показания в милиции, активно сотрудничая со следствием. В свою очередь, пострадавшие журналисты пока что не обращались с заявлением в правоохранительные органы. Медорбек Мамбиталеев, Шахрух Еминджанов, Новости Ошперим.